Добрый день, дорогие друзья! Друзья, на библейском портале «Экзегет» продолжаем с вами беседовать и вместе размышлять над темой нашей предыдущей встречи под общим названием «Чудеса и знамения и отношения к ним». И в первую очередь, как это естественно, обратимся к Священному Писанию, потому что именно чудеса Христовы и должны быть предметом самого внимательного и серьезнейшего осмысления верующих людей. Открываем Евангелие от Марка, 8 главу. То есть, смотрите, как бы подвигает Господа к чуду, которое сейчас произойдет и будет описано Евангелистом Марком, именно сострадание. Христа, Бога-человека, к людям, которые уже три дня с Ним и нуждаются в телесной пище. Ученики отвечали ему, откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их? Ученики отвечают по человеческой логике. Он спросил, сколько у вас хлебов? Они сказали, семь. Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв семь хлебов, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали народу. И они раздали народу. И было у них немного рыбок, благословив, он велел раздать их. И ели, и насытились, и набралось оставшихся кусков семь корзин. Евших же было около четырех тысяч человек. И отпустил их. И тотчас, водя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Домановский. Все, дорогие друзья, кто регулярно читает Священное Писание, все из нас, кто так или иначе воспитаны в христианской традиции, вот сейчас мы с вами услышали одно из чудес Господа, которое произошло по великому милосердию и состраданию Спасителя мира к людям, которые нуждаются. И как описывает евангелист, как святой евангелист Марк со слов святого апостола Петра, очевидца этих событий, описывает все просто. Господь преломил, раздал, ели все и насытились. И насытилось около четырех тысяч человек. Естественно, это чудо не могло не потрясти сознание людей, которые мало того, что увидели это, это необыкновенное событие, как в руках Спасителя мира хлеб преломняется и распространяется на всех, и всем хватает. Так что даже осталось множество корзин, семь корзин. И вот смотрите, следующее, что за этим следует. «Вышли фарисеи и начали с ним спорить и требовать от него знамения с неба, искушая его». То есть фарисеи требуют знамения с неба. И он, глубоко вздохнув, сказал, «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на другую сторону. Как вы помните, дорогие друзья, кто нашу предыдущую беседу смотрел, мы с вами осмысляли эти же слова Христа Спасителя из Евангелия от Матфея, из 16 главы, где Спаситель говорит такие слова. «Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамения не дастся ему, кроме знамения ионы пророка». И вот здесь мы видели только что, что когда фарисеи начинают требовать у него знамения с неба, после того, когда они сами в числе присутствующего народа были очевидцами знамения, произошедшего на земле, причем знамения явного, неопровержимого, которое не могло остаться незамеченным, фарисеи требуют еще какого-то другого знамения с неба. «И Господь, глубоко вздохнув, говорит, что не даст роду всему знамения». Почему хочется ваше внимание, дорогие друзья, кто слушает и будет слушать, акцентировать на эти слова Спасителя, что в этом глубоком вздохе, скорби, как бы ответ Бога на враждебное Богу, на чуждое, на совершенно противоположное божественному промыслу требование знамений. И какой слышен буквально плач, сердечный плач Спасителя в этом ответе. Святитель Игнатий Беренчанинов очень мудро пишет, что свойству мертвого, мертвому свойственно не видеть свое умерщвление, также и плотскому мудрованию, то есть мудрованию именно земному, греховному, поврежденному, свойственно не осознавать своей погибели. И вот как раз крещенки и фарисеи в данный момент и как раз явственно показали свое плотское мудрование, свое невидение и непонимание настоящих подлинных чудес и того, у кого они это требуют. Потому что прошение о знамении с неба, после того, когда произошло явное, неопровержимое и для всех очевидное знамение руками Бога человека на земле, это, пишет Святитель Игнатий Беренчанинов, как бы насмешка над чудесами Христовыми. И эта насмешка, вот если Евангелие считать во многих местах, она проходит, можно сказать, центральной мыслью, как религиозные вожди Израиля, книжники, фарисеи, первосвященники и саддукеи, хотя саддукеи с фарисеями немножко разное было у них учение и представление о жизни, но в этом они были удивительно едины против Христа Спасителя, требуют знамения с неба, не видя тех знамений и чудес, которые Господь творит. Слово Спасителя всегда было наполнено силой. И как очень мудро пишет уже цитированный нами святитель Игнатий Беренчанинов, что слово Господа обладало силой исцелять всякий недуг, исцелять людей прокаженных и людям, которые находятся во тьме и во мраке плотского мудрования, нужно было снисхождение к их немощи. И поэтому в помощь Слову Божию даются чудеса. Господь по своей любви, по своему такому промышлению дает чудеса там, где это полезно для укрепления веры, для пробуждения веры, для, можно так сказать, насаждения веры в сердцах немощных людей, чтобы посредством видимых явных чудес, вспомоществования, ну скажем так, нашему телесному составу, люди как бы поднимались на некоторую ступеньку богопознания. И через видение телесных вспоможений Божиих восходили к пониманию именно духовного смысла. Поэтому зачитаю вам, дорогие друзья, слова святителя Игнатия Брянчанина, чтобы люди поняли и приняли духовный дар, который можно усмотреть только духовными очами. Духовный дар только духовными очами можно увидеть. Господь присоединяет к духовному дару, вечному, дар временный и телесный, то есть исцеление телесных болезней человеческих. Грех служит причиной человеческих недугов, как душевных, так и телесных, равно как и телесная смерть есть последствия греха. И поэтому Господь, являя свою власть над последствиями греха, то есть над телесной болезнью и телесной смертью, тем самым являет свою власть над грехом вообще. Плотское мудрование не видит душевных недугов. То есть люди, порабощенные плотскому такому мудрованию, какое мудро пишет этот великий святой отец XIX века, душевных своих болезней, греховности, своей удаленности от Бога, своего неведения и непонимания воли Божьей не видят. А телесные болезни видят. И это озабочивает людей. Люди больше переживают о телесных болезнях. Кто-то парализованный, кто-то кровоточивый, кто-то прокаженный и так далее. На это обращают внимание. Это людей беспокоит. И поэтому Господь, понимая это, как бы снисходит к человеческой немощи и исцеляя одним словом, одним повелением, воскрешая мертвых, повелевая нечистым духом, Он являет таким образом свою власть Бога над грехом, который является причиной всех этих телесных и душевных болезней. И является очевидным для человеческого видения. То есть и по логике, рассуждает святитель Игнатий Бриншнинов, я засчитываю вам из его замечательного, глубокого размышления о чудесах и знамени Христовых. Логично было бы ожидать, что люди, видя власть Христа Спасителя над телесными болезнями, над телесной смертью, то есть воскрешение усопших, какое может быть более явное, какое может событие больше радовать, например, близких родственников усопшего человека, чем его возвращение к жизни. Вот когда Господь воскресил сына наинской вдовы. Какая может быть радость неописуемая у женщины-вдовы, когда Господь возвращает к жизни ее сына, или возвращает к жизни усопшую дочь Яира, или воскрешение четверодневного Лазаря, своего друга. И вот Господь, оживляя тело, возвращая в Него душу, таким образом показывает свою власть над смертью, над смертью духовной. И свидетельство вечного спасения души и тела дается через временное спасение тела от телесных недугов и телесной смерти. При правильном и благочестивом воззрении на чудеса Спасителя они оказываются исполненными божественного разума. И поэтому требование знамени с неба является совершенным безумием. Еще одно очень важное свидетельство из Евангелия от Марка как раз и подтверждает эти слова. Откроем с вами, дорогие друзья, Евангелие от Марка, вторую главу. Здесь описывается чудо, как по вере и по любви близких людей Господь исцеляет человека расслабленного. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже у дверей не было места. И он говорил им слово. То есть Господь произносит слово, проповедует о Царстве Божьем, произносит притчи. Главная задача – это проповедь Евангелия Царства. Именно этим занимается Господь. «Пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус же, видя веру их, говорит расслабленному, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». То есть, обратите внимание, ему приносят человека телесно больного. А Господь сразу же обращает внимание на духовную причину телесной болезни. И сначала дает ему душевное исцеление. Исцеление через прощение его грехов. «Находившиеся там книжники и фарисеи». «Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога». То есть, вот эти слова Бога-человека, Христа, произнесенные вслух, обращенные к расслабленному «прощаются тебе грехи твои», естественно, подвигнули фарисеев к, в общем-то, логичному размышлению, что кто может, кроме одного Бога, прощать грехи? А этот, кто стоял перед ними, которого они, разумеется, не считали за Сына Божия, за Бога, за истинного Мессию, в лучшем случае, как учитель или чудотворец, как он дерзает произносить богохульство. И вот Господь, отвечая на их сердечное такое помышление, говорит следующие слова. «Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют себе, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми постель твою и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному «тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал, взял постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. Вот еще раз, дорогие друзья, это тоже хорошо известно всем регулярно читающим Священное Писание этот эпизод. Вот мы видим здесь три важных момента. Сначала человеку болящему, которого принесли его друзья или, может быть, родственники, и Господь, видя их веру, сначала дает ему духовный дар, не телесный, который, казалось бы, ожидался, а дает духовный дар, то есть прощение его грехов. И как бы дав ему главное, но то, то главное, что не видно плотскими очами. То есть человеку в плотском омудровании находясь, в состоянии, в котором, как святые отцы церкви говорят, мы все находимся, мы не видим проявления духовных даров. Вот, допустим, прощение грехов на исповедь мы не видим, мы не видим, как это происходит, потому что душа невидима, и вот дар Божий прощения грехов в таинстве покаяния, мы это не можем увидеть телесными очами. И вот здесь Господь сначала дает больному духовный дар, прощение грехов, находящийся там религиозные вожди Израиля, слыша эти слова, логично, так сказать, считали, что только Бог это может сделать, и поэтому слова, произнесенные человеком, сын человеческий стоит перед ними, восприняли как богохуйство. И здесь Господь являет свое божественное всевидение, и отвечая на их, их сомнения, на их укор в сердце, на их богохуйство в сердце, говорит, а что легче сказать, расслабленного, прощается тебе грехи, и сказать, встань и ходи. Но чтобы вы знали, для утверждения немощных, погруженных в плотское мудрование, для их укрепления в вере, им дается как бы назидание, им протягивается, условно говоря, рука помощи, Господь говорит, но чтобы вы знали, что сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, обращается к расслабленному и говорит, встань, возьми постельство и ходи. И он тут же встает. Человек, которого только что принесли, как беспомощного, по сути, как живой покойник, что за человек полностью расслабленный, как парализованный, и он тут же встает на глазах у всех, в том числе вот этих, сидевших здесь, столь поспешно осудивших Христа. И вот весь народ уделяется, говорит, никогда ничего подобного мы не видели. То есть, какой вывод делают святые отцы церкви из вот этого евангельского повествования, что все чудеса Христовы, все знамения, все исцеления телесных болезней – это вспомоществование слову. То есть, главное – это слово Спасителя, его божественное учение, Евангелие Царствия, а чудеса даются там, где это необходимо, где это помогает Слову Божию. Еще одно из доказательств того, о чем мы сейчас говорили, дорогие друзья, мы находим в Евангелии от Марка в 16 главе. Как раз заканчивая свое благоествование, святой евангелист Марк говорит такие слова, что сказал им «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сие знамения». То есть, главное – это вера, вера Слову Божию, вера проповеди. А уже вспоможение Слову даются знамения. «Имени моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здравы». Вот как раз явное свидетельство того, что действие знамений чудес дается промыслом Божиим для вспоможения Слову. Слово первично, Слово Божие, проповедь, Евангелие Царствия первично. И вот это же мы находим в книге «Деяний святых апостольских», где уже святые апостолы после прещения со стороны членов Синедриона произносят такую пламенную, благодарственную молитву Богу. Открываем «Деяний апостольских», 4 главу, 29-30 стихи. «И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое. Тогда, как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». То есть апостолы в первую очередь делают, так сказать, не на знамения. Они не говорят «Господи, что Ты дал нам силу творить знамения», а именно, еще раз обращаю ваше внимание, «дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое». А соделание знамений и чудес именем Иисуса Христа – это вспоможение к Слову Божию. И еще два очень важных места из Священного Писания также подтверждают ту же мысль, которую хотят нам донести святые отцы Церкви, лучшие из христиан, преемники благодати апостольской, которые как раз имели богодухновенный ум и правильно понимали Священное Писание. Почему мы и цитируем вам, дорогие друзья, именно истолкование святых отцов Церкви, что Слово действует на ум и сердце, а знамение больше действует на чувства, на сердечные чувства или, скажем так, на наши вот органы чувств, на зрение, на слух, на осязание и так далее. И это дается уже, знамения чудеса даются как вспоможение тому, чтобы веровать Слову. Праведный Никодим, один из тайных последователей Господа Иисуса Христа, который приходил к нему ночью, мы это знаем из Евангелия от Иоанна, из 3 главы, зная о Христе, что Он творит знамения и чудеса, говорит, «Ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких дел, которые ты творишь дел, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Смотрите, для Никодима, в первую очередь, как человека еще, скажем так, духовно не созревшего, не поднявшегося на вершину апостольского богопознания, для него важны знамения. И он говорит, «Ты учитель от Бога, потому что творишь такие дела, которые никто не может творить, если не будет с ним Бог». А вот обратите внимание, что отвечает святой апостол Петр. Откроем Евангелие от Иоанна, 6 главу, 68-69 стих. На вопрос Спасителя, не хотите ли вы отойти после того, когда беседы о хлебе, сошедшем с небес, некоторые, как мы знаем из Евангелия, из 6 главы Евангелия от Иоанна, некоторые из ходивших за Господом множество учеников, услышав вот эту проповедь, отошли от него, потому что своим плотским умом не могли понять вот этой тайне о хлебе, сошедшем с небес. Поэтому Господь спрашивает 12, не хотите ли и вы отойти? И апостол Петр отвечает, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы в вечной жизни». И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога, живал. Сравните, дорогие друзья, если кому интересно, кто действительно хочет вот серьезно задуматься над смыслом знамения чудес и их отношения для веры христианина. Праведный Никодим обращает внимание на знамения чудеса и говорит, «Ты, учитель, пришедший от Бога, потому что творишь дела, которые никто не может творить, и с ним будет с ним Бог». А апостол Петр, который видел своими очами, был свидетелем, не сравненно большего числа чудес. При нем Господь умножал хлебы, при нем Господь исцелял множество людей, исцелял прокаженных, воскрешал мертвых, одним словом остановил стихию во время бури на море. Глаза апостола Петра видели, как спаситель ходит по водам. То есть великое множество чудес видел апостол Петр, и на вопрос, не хотите ли вы уйти, апостол Петр не обращает внимания на чудеса, он не говорит, Господи, кому нам идти, ты творишь такие чудеса, какие никто не творил. А он говорит, Господи, ты имеешь глаголы вечной жизни. Для апостола Петра, как пишут святые отцы церкви, поднявшегося уже на вершину Богопознания, который уже преодолел плотское мудрование, он обращает внимание на слово, Господи, ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, то есть вера и познание, что ты, Христос, Сын Бога, живал. Он не говорит, ты учитель, пришедший от Бога, но ты, Христос, Сын Бога, живал. Вот какое имеет значение чудо и знамение по отношению к слову. Как бы некая, дорогие друзья, субординация. Главное это слово, проповедь евангельская, проповедь о Царстве Божием, которое, как у святого евангелиста Матвея, мы тоже находим интересное место, как Спаситель говорит, что Царствие Божие приблизилось к земле. Проповедь о Царстве Божием – это главное, это первое, а чудо и знамение дается вспоможение к слову. Вот на этом сегодня закончим и надеемся, что в следующей беседе продолжим с вами размышлять над этой очень важной темой о знамениях и чудесах их и правильного отношения христианина к ним. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Играет музыка. Продолжение следует...